Здравствуйте! Вы смотрите программу «Лица Академии». Мы рассказываем о тех людях, которые своим трудом формируют образ старейшего высшего учебного заведения России Московской Духовной Академии. И сегодня наш гость, ректор Академии, архиепископ Верейский Евгений. Человек, который находится в эпицентре всех тех изменений, которые происходят в духовном образовании на протяжении последних десятилетий. Мне кажется, разговор с ладыкой Евгением получился очень откровенным и очень личным. Первое впечатление от Академии у меня было, наверное, как у большинства абитуриентов, когда переступил порог общей лавры, что здесь камень святой. Каждый камень святой. И вот это впечатление, самое главное, пронести его до конца, чтобы не сделать жизнь в Академии просто обыденной. Привыкание, оно всегда отрицательно влияет на внутренний строй жизни. Этого надо и стараться избегать. И для этого есть опыт святых отцов, который нам является некой руководящей, направляющей духовной жизни. Для меня Московская Духовная Академия – это камень веры в современном обществе. И дай Бог, чтобы он таким оставался до конца. Ладыка, ну вот вы более 30 лет в Московской Духовной Академии. Сначала в статусе студента, потом в статусе инспектора. Нет, потом в статусе экономии. Дежур помощника инспектора, если уж начиная по порядку. И потом далее уже как раз эти вот, я считаю, что судьбоносные годы. 88-й год, а в 87-м году мы закончили Академию. А в 86-м году… Пожар. Да, трагическое событие, пожар. И поэтому как-то так бросили нас на трудовой фронт. И действительно, вот это время прошло такое, очень запоминающееся. Ну и самое главное на фоне, наверное, вот этого момента, переломный момент вообще в жизни государства. Государства и церковно-государственных отношений. Я даже приведу такой интересный случай. Мы учились на третьем курсе семинарии. Это был 82-й год. Вот, и приходит один из наших однокурсников и говорит, братцы отдают Донской монастырь. И вот восприятие этих слов было очень интересное. Его подняли на смех. Да что он говорит, что всегда? Ну, типа такое, что ты придумал? Ну, сказал бы что-нибудь более реальное или более интересное. И как-то так после этих слов все махнули рукой. Ну, какая-то неудачная шутка. Настолько все понимали реальное существование церкви вот в условиях того государства, Советского Союза. И что никакой возможности нет ни открывать ни монастыри, ни храмы. И вдруг тут кто-то из наших однокурсников говорит, знаете, отдают Донской монастырь. Прошло какое-то время, я даже не помню, совсем недолгое время. И действительно пошли слухи. Официальных сообщений никаких не было. Но пошли слухи, что Донской, и как потом уже узнали, действительно вопрос обсуждался. Или Донской, или Данилов монастырь. Понятно. Убрана с лица Москвы. А ведь действительно, да. А потом, когда уже передали монастырь, это уже было позже. И когда я помню первое посещение монастыря, когда нас студентов посадили в автобус, мы взяли лопаты, и мы приехали. Это как сейчас студенты 1 сентября там ездят по монастырям, в московском языке без лопат. А тогда было первое посещение Данилова монастыря, и я увидел, что это такое. Где-то стена рухнула. Где-то она покосилась вот в таком ужасном состоянии. И только Троицкий собор был более-менее в таком, как-то внешне отремонтированный. Ну и здание теперешнего отдела внешней социальной связи, который занимает, потому что там у него были официальные структуры. А храм Святых Семи Вселенских соборов, он практически был в страшном состоянии. И мы даже внутрь заходили. И там только-только начинались какие-то реставрационные работы, вычинка кирпича, там был просто страшный развал. Конечно, это время было такое очень судьбоносное. Во-первых, кто были эти студенты, когда мы пришли в 80-м году. Да, очень интересно. Тем более вы как ректор можете сопоставить с 90-ми годами, когда вы уже стали здесь как администратом. Сейчас, и вот ваше поколение. Очень интересно было это услышать. То поколение, во-первых, семинария была, я так всегда говорю, более взрослой. Просто по возрасту. По возрасту. Тот контингент студентов, которые приходили, разброс был очень большой по возрасту. Там в основном были по армии, после армии? Практически все были после армии. Я сам пришел тоже после армии. Мне было 20 лет, и на первом курсе уже исполнилось 21 год. То есть практически, почти 21 год мне было. И вот 20-21 год, это были самые молодые ребята. Помимо возраста, что я могу сказать? Во-первых, кто приходил тогда в семинарию, это все осознавали себя, что они встали на путь изгоев общества. То есть это было определенное исповедничество? Да, в определенной степени, да. Это были изгои общества. И люди это осознавали. И, соответственно, они ценили то, что они находятся здесь. В определенной степени, конечно, конечно. Они понимали, если они сюда вылетят, то они никто. Да, и ведь все проходили у каждого свой путь. Но в итоге везде велась активная работа против тех, кто собирался поступать. Это были разные формы. И когда ребята действительно приходили, вот мы когда общались, так неофициально, уже какие-то дружеские связи с кем-то были, все рассказывали, а вот я через сто прошел, я вот так прошел и так далее. Одного там на переподготовку в армию забирали, хотя он в армию отслужил полгода назад, пришел и еще что-то, какие-то моменты. То есть препоны были самые различные. Но вот именно такая решимость, что вот эти все проблемы, они не являются проблемами как таковыми. Они, будем говорить, проблемы такого... Преодолеваемые. Да, преодолеваемые проблемы, ну, может быть, нельзя сказать такого местного характера, но, по крайней мере, это не те проблемы, из-за которых нужно уходить. Если пришел сюда. Вот это определенная какая-то была решимость. А вот когда уже... А вот 90-е годы, когда огромный поток пошел студентов. А вот 88-й год, это действительно вот такой переломный момент. И я помню, в 87-м закончили мы академию, и когда готовился поместный собор, который проходил в трапезном храме Лавры, мы, по сути дела, мы обеспечивали работу собора. И я помню, как поставили телевизор в стене, где у нас жили преподаватели, и его выставили экраном на улицу. Это были первые дни июня. Погода была отличная. Тепло, солнышко, и многие архиереи гуляя. Девять часов вечера, программа, время. И вот смотрели, а покажут в программе время, или хотя бы что-то скажут или не скажут про собор. И так собирался народ, так вот сейчас, программа, время скоро. И вдруг, значит, диктор, таким поставленным голосом, как это было всегда в советское время, произносил, значит, сегодня открылся, или там на следующий день, второй день, проходит заседание поместного собора русской православной церкви, который посвящен тысячелетию введения христианства на Руси. Вот это была официальная трактовка светская. И вот все, о, сказали, сказали, знаете. И просто это было таким моментом. Все, вот одна только фраза, больше ничего не говорили. И это было уже действительно таким неким переломным моментом. Я еще всегда одну такую фразу вспоминаю, когда приходится встречаться со студентами, особенно с других семинарий. А поскольку контингент студентов всегда меняется, поэтому эту фразу можно повторять, ну, практически там через два-три года. Она не будет заезжена. Да. Это заседание самого поместного собора, когда выступал председатель учебного комитета и ректор Московской. нашей академии, Владыка Александр. И вот он в выступлении сказал, нам, по крайней мере, нужно открыть еще три семинарии. Было только три. Москва, Питер и Одесса. И вот он произносит, по сути дела, во все услышания, нам, по крайней мере, необходимо открыть еще три семинарии. И после этих слов все стали аплодировать. А мы смотрели, у нас кабели были протянуты в актовый зал, и мы смотрели по кабелям, по сути дела, заседание собора. То есть вот это я как раз в этот момент присутствовал в нашем актовом зале. Там наши преподаватели заходили, выходили, студенты, в общем-то все интересовались, как проходили заседания собора. И вот стали аплодировать после этой фразы. Я студентам задаю вопрос, а что он особенного сказал? Вот я сейчас ректор академии, я председатель учебного комитета. Я в какой-то семинарии выступлю и скажу, нам нужно открыть три семинарии. Я говорю, что эти слова не произведут никакого фурора. Ну, по крайней мере, даже никто не будет аплодировать. Ну, кто-то задастся целью. Почему три? Почему не тридцать три? Ну, кто-то подумает, скажет, ну, говорит, наверное, знает, у него должность такая или что. Я всегда говорю, эти слова в 88-м году, чтобы произнести, они должны были быть согласованы на самом высоком уровне. То есть государство разрешило произнести эти слова. А значит, государство разрешило открыть эти три семинарии. И накануне действительно проработка этого вопроса была. Понятно, что сразу взоры были обречены на Киев, Минск. Ну, и решали вопрос, где открыть в Сибири. И тогда открыли вот Тобольскую семинарию. То есть вот здесь нужно было такое решение. Еще государство влияло на все процессы. Даже не просто влияло, а определяло, в общем. Да, по сути дела определяло. А потом этот вопрос с уровня идеологического переходит просто на практическую плоскость. Есть возможность на местах. Понятно, что массово стали открываться храмы. Священников не хватает. Остришки. Как их подготовить? Практически наш заочный сектор заработал. Вот тогда, когда я пришел в 95-м году уже как ректор, наш заочный сектор просто не мог. Мы на наших площадях, вот, вот, аудитории одна какая-то, и там в два потока 300 человек максимум мы принимали. Одна сессия другой, ну, вы сами представляете, вот эти все графики и так далее. Потому что кто маломальски был подготовлен, это тоже страница, реальная страница истории жизни нашей церкви. И вот, наверное, сравнивая правильно-неправильно поступали тогда. Храмы открывались. Нужно, чтобы кто-то начал ослужить. И вот я даже не помню, кто говорил, кто-то из наших иерархов. А когда князь Владимир крестил Русь, что, идеальные условия были? Наверное, в какой-то степени наша церковь, вот, на рубеже 80-х, 90-х годов, в какой-то степени, но уже исходя из современных реальных условий, в какой-то степени повторяла путь, вот, той Руси при крещении. Второе, как бы, крещение Руси. Второе, крещение, вот, оно проходило очень так ярко, массово. Я тоже всегда говорю, вы знаете, мы, надо признаться, мы не были к этому готовы. Вот вдруг открывается масса храмов, огромное количество монастырей. Все, во-первых, надо восстанавливать экономическое составляющее. Плюс экономическое составляющее в государстве. Которое разваливается. Разваливается. Это еще только-только Советский Союз, вернее, Советский Союз уже заканчивал свое бытие. И вот в этих условиях вдруг вот такой масса. Все радовались, и мы радовались этому, открытию храма. И в то же время прекрасно понимали, как три учебных заведения на весь тогдашний Советский Союз могут решить эту проблему. Москва выпускала порядка 90 человек в год. Ну, тогда максимум еще сделали четвертую группу, ну, 120 доходило. Санкт-Петербургская, это Оленинградская, порядка 60 человек. И Одесской семинарии тоже 60 человек. То есть мизер, в общем-то. Все, для такого объема, для одной Москвы не хватило бы даже всех выпускников этих трех семинарий. Плюс открыты три семинарии. Ну, это четыре года по старой программе, чтобы они закончили учебу. То есть вот сразу все это оттягивалось, и в то же время действительно все радовались вот теми изменениями, которые происходили. И уже изучали, как подойти к тем проблемам, которые нужно решать. Затем для меня, лично для меня, была новая, так сказать, страница жизни. Это в 91-м году я был направлен в Ставрополь. Это уже небольшая семинария, такая более по-домашнему. Вы были воспитаны здесь. Что отсюда вы принесли туда, и от чего вам пришлось отказаться, когда вы оказались там, как ректор семинарии в Ставрополе? Вы знаете, у нас даже так все говорят. Если ректор закончил Московскую академию, как-то традиции Московской академии переносят на ту вновь открытую семинарию. А семинарии-то стали открываться тоже. Если выпускник в Санкт-Петербургской, больше переходит как бы так традиции. Конечно, копировать один к одному никогда не надо. Нужно просто уже видеть, и я старался смотреть на что. Во-первых, все, что положительное было. Ну, не надо было создавать. И была традиция, была определенная традиция. Эту традицию надо было просто перенести на реальные рельсы. Ничего выдумывать, по большому счету, не надо было. Тот же распорядок дня, который опробованный уже с годами, с десятилетиями. Программа, по сути дела, та же самая. Проблема больше была с преподавателями. Поскольку они более были загружены на приходском служении, поэтому здесь нужно было решать именно момент такой, что иногда очень много переставлять и так далее, потому что этот не может приехать. Подмены, совмещения. Да, да, да. Ну, а с продуктами питания даже так приходилось. Ехали на приход, престольный праздник, цепляли к легковой машине, у нас была Жигули 4-й модели. Значит, прицеп, ехали, служили на престольный праздник, а потом я сам вон обращался, говорю, братья и сестры, вот и так, и так, семена. У-у, бабушки, знаете, там несли. Кто-то там мешок картошки, другой там полмешка лука, третий там яиц, еще что-то такое. Мы ехали, уже шуршали брызговиками по дороге, по асфальту и так далее. Вот иногда так было. Но, опять же, я могу сказать, что вот, несмотря на эти трудности, все-таки действительно вот ребята, а я там молодой ректор, тоже полный энергии. В общем, ребята действительно больше своей массе были действительно очень искренними. Вот это надо отметить. То есть они приходили в семинарию на какой-то волне, ну, так скажем, романтизма определенного, да, такого влюбленности в церковь. В определенной степени да. То есть кто-то воспитывался полностью в церковной среде. И, допустим, даже такой человек, он все равно видел семинарию, как для него нечто новое. А тем более для человека, может, который воцерковился не так давно. Для него это вообще был иной мир. Во-первых, мир церкви. Во-вторых, мир самой семинарии. То есть где можно было увидеть вот такое количество молодых людей, единомышленников? Они здесь были собраны вместе. Вместе трапеза, вместе молились. Какие-то послушания вместе. То есть вот это такое совместное общее житие, оно действительно в какой-то степени не окрыляло. Вот. И тут же мне приходилось как-то уже как ректору, но меня тоже смотрели как-то так, знаете, в диковинку, там, в местной власти. Ну, наш семинарий появился. Хотя я был не первым ректором, но тем не менее, еще так в жизни вошло. И мне приходилось много общаться с вас, с поддержащими, в силу каких-то там решений, проблем и так далее. Ну, вот вы приехали сюда обратно, вернулись, в родной альбоматор из Ставрополя. А что вы поняли, здесь не будет работать? Все-таки Московская духовная академия, по сей день самое крупное духовно-учебное заведение, со своими сложившимися традициями, со своим педагогическим, преподавательским, профессорским составом. Вот что было сложно, от чего было сложно отказаться, от какого опыта, который вы получили в Ставрополе, здесь, а пришлось? Во-первых, я остаюсь при том же мнении, что семинария должна быть маленькой. Это более домашняя обстановка, более ты видишь всех студентов. Вот я сейчас как ректор, 700 человек, я их не знаю по именам. Я иногда могу увидеть. Если не нагрешат. Да. Если я их вижу, когда они подходят, допустим, причащаются, или там на помазание, на вечернем богослужении, вот так вот запоминаешь и видишь. А так, конечно, я их не знаю. В определенной степени это хуже, но реалии другие. Здесь невозможно, допустим, их вот так вот близко знать всех. Конечно, преподавательский состав другой. Здесь и маститые преподаватели, которые действительно и имеют опыт преподавания в светских вузах со званиями, с именами, признанные и так далее. Чего там, конечно, этого не было. Там весь упор был в основном на тех священников, которые в свое время закончили академию, но подчас они не имели опыта преподавания. Специалисты минимумы в той области. Это большинство людей. Но, по крайней мере, вот эти малые наши семинарии, какой была Ставропольская семинария, она решала задачу на том этапе. И вот я считаю, что наши семинарии действительно на этапе начала 90-х годов и далее, вот эту задачу выполнили. Следующий уже, можно сказать, такой этап. И тогда святейший патриарх Алексий однажды пригласил меня и сказал, что вот мы открывали семинарии. Да, мы радовались этой свободе. Как только было, вернее, прошение какого-либо правящего архиерея, что он там нашел здание с властями, согласовал, то согласование было не идеологическое. Вот что самое-то главное. Оно было не идеологическое. Оно было чисто, практически есть помещение и так далее. И все. И тут же было решение Синода о том, что надо открывать положительное решение. Открывается такая-то семинария. А потом мне святейший патриарх Алексий сказал, вот этот, будем считать, первый этап открытия, такого открытия, он прошел. Теперь Синод не будет принимать решений вот так по одному письму правящего архиерея. Приходит письмо, вы изучаете вопрос, организуете, как это должно быть. Наверное, должна быть какая-то предварительная информация, какие-то исходные данные и так далее. И направляйте комиссию. И действительно, вот уже следующий этап пошел такой, что стали направлять комиссии, затем уже был доклад на заседание Священного Синода, и принималось решение только после вот такого ознакомления с положением на месте. Потом же открылось, понятно, что правящие архиереи, некоторые понимали реально, что семинарию не потянуть. Открывали вплоть до того, что одногодичное училище, двугодичное училище. Обучали у себя на месте, а потом назовющийся сектор отправляли доучиваться, рукополагали. Потом пошел процесс преобразования вот этих училищ в семинарии. Это тоже отдельный момент. Здесь уже какая-то база небольшая была, но уровни требований уже были выше. Вот еще одна сторона. А вот сейчас, Владыка, ведь сейчас в связи с решением о аккредитации, о том, что все семинарии должны либо принять действующий стандарт образования, государственный стандарт, и таким образом подтвердить свою способность вести образовательную деятельность, либо они должны зафиксироваться пока временно в своем статусе, с тем, что потом что-то с ними будет происходить. А вот что с ними потом может произойти, если они не смогут пройти через процедуру аккредитации? Во-первых, когда уже в новейший период истории, когда нашу церковь возглавился Тихий Патриарх Кирилл, действительно он очень четко определил, во-первых, было решение. Это решение Святейшего Патриарха. Идем на аккредитацию, государственную аккредитацию. Понятно, что дискуссии были разные, надо, не надо, в какой форме надо, но все прекрасно понимали, и Святейший Патриарх тоже неоднократно говорил, что реформа не ради реформы, не ради галочки какой-то поставленной. Надо прежде всего сохранить тот потенциал, те наработки, прежде всего, духовного порядка, какие у нас, в общем, сложились традиционно в нашей духовной школе. Я не беру московский, я беру в целом. И в условиях вот новейшего периода нужно было действительно сохранить то, что было, и стандарт был принят, он был завоеван. Вот это надо прямо сказать, и я не боюсь этого слова. Он был завоеван. Потому что, опять же, отступая немножко назад, посмотрите, что у нас произошло в государстве. Вы прекрасно тоже представляете, что огромная масса представителей научного атеизма осталось в одночасье без работы. И нужно было куда-то себя применить. И вот они-то стали религоведами. Они же стали делать стандарт теологии. И в результате вот такое сочетание слов, которые я скажу, практически атеистический стандарт теологии. Как вообще совместимы вот эти вот слова? Но чистые атеисты создали стандарт теологии. Которые нас, ну, никак не устраивали. Поэтому, если, значит, не мы, то они сделают и утвердят, и так далее. Пойдет развитие. Причем же церковь-то не была инициатором этого процесса. Потому что столько было проблем. Ну, конечно. Конечно, все удалились восстанавливать и так далее. Семинарии. И вдруг нужно было проводить эту работу. Конечно, здесь надо отдать должность от этих носков. Тогда институту, сейчас университету, которые, в общем-то, своим составом делали, создавали этот стандарт теологии под тем требованиям, по которым создаются стандарты. Мы тоже участвовали в этом, но на уровне, на этапе завершающем, когда уже высказывали свои замечания и рецензии. И был принят вот именно уже тот стандарт. Тот был отклонен. Вот это было определенное завоевание. И поэтому, когда говорят о том, что учиться по каким стандартам, конечно же, это стандарт тот, который был создан на базе семинарии Академии. А вот какие очевидные преференции того, что Духовные Академии и семинарии получат аккредитацию? Вот какие главные преференции? Причем наши внутренние преференции, вот именно как церкви. Во-первых, ну пусть даже такой внешний какой-то фактор, что наши семинарии признаны государством. То есть это образование соответствует вот тому уровню, который планку поставила само государство. Потому что есть разные говорят, о, там у них, знаете, там учат 25 языков, и все изучают, и такое нереальное. А другие говорят, да что у них там ничего? ПТУ. Элементарные вещи. То есть это хороший инструмент для преодоления комплекса о собственной неполноценности. Совершенно верно. Совершенно верно. Ведь в советское время никогда никто не постраивался и не думал, а что же о нас подумает государство? Да государству никакого дела не было. Нет, дело было только в том плане. Пусть бы они потихонечку прекратили свое существование. В разную эпоху по-разному. Если в Хрущевске это уже жестко ставилась программа такая, то потом в застойный, как это стали назвать, застойный период, ну, думали все равно это отомарет, потому что дальше никак не развития не давали никакого. Сейчас совершенно другая ситуация. И вот это первый фактор, я считаю. Второй фактор все-таки возможность воздействия на светскую среду, на ту же самую молодежь, обучающуюся, допустим, в вузах. Понятно, что не все, не каждый выпускник семинарии может пойти преподавать в вуз. Но, по крайней мере, чисто формально ему эта возможность открыта. Ведь если нашего профессора, который закончил нашу академию, его приглашают выступать, там еще где-то, но принять его профессором в свой вуз его не могут. Не могут, да. Потому что государство говорит, ваше образование, оно не признано, мы не знаем, что и как вы учились, хотя общественное мнение признает этого профессора. И признает неформально, что он назван нами, профессором. А то, как он выступает, о чем он говорит. Даже не то, что как он выступает, а о чем он говорит, какой смысл вкладывает. И какие затрагивает проблемы, и как их объясняет. Нас же окружает мир. И многие ли задумаются о том, а что будет потом. Насколько я понимаю, в рамках аккредитации готовы признать наши духовные, те ученые степени, которые получены внутри духовной школы. На это принято решение, да, Росфопнадзором о том, что на момент аккредитации наши ученые степени признаются. Это тоже, ну как раз, не то что желание, а такое решение со стороны официальной государственной власти разорвать вот этот замкнутый круг. А то получился запахнутый круг. Для того, чтобы пройти аккредитацию, у вас должно быть столько-то там докторов, профессоров и так далее, а в результате получается, а где их взять, потому что они есть, но они не признаны, их получается нет с точки зрения государства. Поэтому это было разорвано. Владыка, ну вот у каждого человека есть определенная мечта, в том числе и мечта на том поле деятельности, где он находится. А вот поделитесь вот в отношении академии, какая ваша мечта? Вот какой бы вы хотели академии видеть, если отбросить все условия? Вот чистый лист. И вот Господь говорит, Владыка Евгений, вот сделайте такую академию, как вы хотите. Ну, наверное, это будет некая идеализированная схема. Конечно. И недостижимая, сразу скажем. Да, скорее всего, наверное, недостижимая, потому что все мы в силу нашей самости, греховности, что-то недорабатываем. Важно, чтобы те студенты, которые выходили отсюда, это были бы настоящими, ну пусть она, наверное, может быть, звучит очень громко, такими патриотами своего дела. Именно служение. Ведь, как говорят, есть работа, есть служение. Чтобы вот их деятельность была служением с высокой, с заглавной буквы. Чтобы их служение, в их служении паства видела действительно человека, который бы хотел им помочь и показал этот путь, как идти. Конечно, я говорю еще раз, это идеализированная схема. У кого-то это может лучше получаться, у кого-то менее получаться. Одни в проповедничестве заражают людей вот таким положительным импульсом. Другой даже просто делами, ничего не говоря. У каждого свои способности и таланты, которые дал. И вот те таланты, которые дал, чтобы действительно каждый студент, который приходил сюда, он не закопал эти таланты. И все таланты, которые у него были, он приумножил на как раз на решение главной задачи. Показать путь к Богу. Спасибо большое. Само у себя не забыть. Потому что когда-то, ведь помните, такой преподобный Серафим Саровский говорил, спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. А атеистическая пропаганда говорил, смотрите, какой эгоизм. Они призывают спасаться самого себя. Так не это ли есть эгоизм? Он о людях не думает. Так могли говорить люди, которые действительно не знали законов духовной жизни. Но опыт церкви нам говорит, человек, который стал на путь спасения других, он по крайней мере должен сам идти по пути спасения. Прийти на случай будет к отца строго. Спасибо большое, Владыка. Хочется пожелать вам большого-большого вдохновения и огромного благословения Божия в несении такого труда. Да, это всем нам надо. Особенно сейчас, когда наша система духовного образования переходит на очередной новый виток реформ. И, конечно, хочется надеяться, что все это будет во благо. И преодолевая те сложности, с которыми мы сталкиваемся, наши батюшки станут чище, мудрее и, не побоюсь сказать этого слова, более святыми. Да, к святости Господь нас призывает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok